Сегодня тема моей проповеди называется «Изоляция или конгрегация?». Изоляция — это одиночество, конгрегация — это от слова собрание, общество или церковь. Я надеюсь, что большинство из вас не были в тюрьме. А если вы не были, то вы только можете представить, что в тюрьме есть одиночные камеры. И туда людей сажают специально, изолируя их от общества с целью наказания. С целью причинить им боль, чтобы они там мучились в темном одиночестве. Почему их туда садят? Потому что, скорее всего, у них была проблема с поведением. Часто туда попадают криминальные люди за поступки, за нарушение закона. И их этим наказывают, потому что у них не все в порядке с ними. Их пытаются воспитать, подлечить. И вот они там в изоляции сидят. Второй вариант. Если вы попадаете в больницу, иногда вас, как больного, изолируют от всех остальных других больных с целью, чтобы вы не заражали других. А почему вас изолируют? Потому что вы больной. У вас проблема. С вами не все в порядке, поэтому вас изолируют. Когда вы выздоровеете, все будет хорошо, вам нужно назад вернуться в нормальное общество. Также, друзья, происходит иногда и в духовной жизни, когда человек сам себя изолирует от христианского общества. Это первый признак того, что человек духовно больной. Если он сам себя изолирует, это проблема. Он говорит, я верующий, я в Бога верю, у меня есть YouTube, у меня все есть, кроме общества. Христианского, здорового, которое Библия называет церковь или екласия. Я сейчас говорю о изоляции, которая вредит духовно верующему человеку. Но также хочу подметить, что есть изоляция, если это ради уединения с Богом, то это хорошо. Если это ради того, чтобы качественно почитать Писание, качественно пообщаться с Богом, каждый верующий человек должен иметь личные отношения с Богом. К этому призывает Писание, закрываться в комнату, лично с Богом иметь дело, это нормально. Но я говорю о той изоляции, когда человек духовно больной, не идет в общество, христианское общество, и сам не идет в свою комнату, где он там проводит часами время с Богом или читает Писание. Это человек, это симптом. Что значит, с ним не все в порядке. И дьявол, друзья, хочу сказать в самом начале, всегда заинтересован, чтобы верующего человека привести в изоляцию. Иисус Христос приводит верующего человека в конгрегацию. Congregation, слово общество или общение. Поэтому, друзья, нам всегда нужно видеть Дух Евангелия. Если вы почитаете только Новый Завет, там всегда они собирались вместе, были вместе, преломляли, делились. Общество, церковь, не оставляйте собраний. Весь Дух Евангелия для верующего человека важно. Важно быть в здоровом обществе или коллективе. Верующий человек не может сам себе существовать, иначе он будет деградировать. Поговорим об этом чуть больше. Хочу также сказать, друзья, что когда человек ранен в жизни, душевно, эмоционально, ранен, обижен, почему-то первый рефлекс часто у человека, не знаю, или из-за нашей гордости, или из-за страха, человек сам себя изолирует. Не хочу никого видеть, не хочу никого слышать, не хочу идти в общество верующих. Там будут задавать нехорошие вопросы, неудобные вопросы. А где жена? А где муж? А почему ты сам? А почему ты не улыбаешься? А как там дела? И вот это все настолько напрягает человека, что человек вместо того, чтобы бежать в общество, и этим общением заряжаться, это принцип Евангелия, мы посмотрим сейчас тексты. Человек, наоборот, сам себя изолирует и загоняет в это темное одиночество, и дьявол ему диктует, внушает через мысли, правильно, правильно, ты все равно никому не нужен, ты же все равно обижен. И посмотри, давай порассуждаем, а как с тобой поступили? А что это за верующее общество собралось, называется верующее? И ты и так нормально? У тебя YouTube есть, у тебя еще что-то есть. Нормально? Ты выживешь сам. Во-первых, ты Бога не отрицаешь, правда? Ты и сам молодец. И ты будь сам, ты будь сам, ты прорвешься. Но главное, будь верующим сам, дома. Вот это адженда. А дальше, друзья, хочу, чтобы мы с вами увидели, я не знаю ни одного человека, который стал более духовным, потому что он перестал ходить в церковь. Или он духовно настолько вырос, потому что он сам был. Когда христиан садили в тюрьму за веру, то у них была одна цель и мечта вернуться назад, хотя бы в домашней маленькой группке. Но побыть в общении с верующими людьми самому так трудно. И здесь, друзья, важно напомнить, что здоровый человек духовно всегда будет в обществе верующих людей. Раненый духовно, эмоционально, без разницы, он всегда где-то удаляется. И моя задача сегодня предупредить, призвать всех верующих, раненых, больных, обиженных, только не удаляйся, только не изолируй себя. Изоляция или конгрегация? Какой твой статус сегодня? Матфея 16 написано, Христос говорит, я создам церковь. Церковь на греческом это экклессия. Это собрание людей, отделенных людей. Это собрание. Вот почему важно понимать, что Христос создал общество, в котором верующие люди должны развиваться. Как бы мы ни думали, какие церкви бывают плохие, лидеры плохие, и там люди бывают, обижают, негодные, Христос создал общество, создал атмосферу, в которой верующие должны находиться с целью, чтобы расти и развиваться. Евреям 13.16 написано, не забывайте, значит есть риск забыть, благотворительности и общительности, ибо таковы жертвы, благоугодны Богу. Жертвы. Какие жертвы Богу благоугодны? Какая жертва? О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о подаянии, милосердии, и самое главное – это общение, общительность. Если вы читаете по-английски, там написано «communion», в переводе, что снова «общение» или «коммуна». И интересно, что Писание призывает людей не забывать, что для верующего человека именно эта среда, она помогает ему. Духовно ему это необходимо. Не забывайте, что в этом есть жертва. Когда человек кому-то другому служит, заботясь о нуждах, здесь говорится о благотворительности, он сам от этого заряжается, и этим написано «приятно», это благоугодно Богу. А другая жертва общения – это когда вы эту жертву общения делаете в своем домашнем кругу. Когда мы приходим в церковь, мы мало чем жертвуем, потому что для нас здесь уже все готово, мы посидели, мы ушли. И когда вы это делаете дома, то вам нужно и финансы потратить, приготовить что-то к чаю дать – это жертва. Вам нужно убрать и до, и после – это жертва. Вот почему здесь говорится о жертве, и написано «общительность», «жертва общения». На греческом языке там стоит такое слово «коинония», которое в разных местах Писания встречается. Это слово, которое передает простой смысл общения, взаимоотношения, участие. И Писание говорит, не забывайте, можно превратиться в воскресного христианина. Воскресенье явился, отметился, привычка хорошая осталась, а общения, взаимоотношения нет. Взаимоотношения есть только с Ютубом. Но с людьми живыми, я говорю о живом общении, именно об этом здесь написано в Писании. Представьте, друзья, что даже в раю одному было плохо. И Бог сказал, нехорошо быть одному. Значит, снова подтверждается та мысль, что мы нужны друг другу. И сегодня я знаю, что современные технологии пробуют заменить вот это «коинония», что значит «общение». Конечно, слава Богу за онлайн, за трансляцию. Многие люди живут в разных местах, которые не имеют церкви, не имеют верующих. И я верю, что они получают назидание через эти трансляции. Но все равно, друзья, «коинония», общение с верующими, это то, для чего мы предназначены. И поэтому, друзья, обращая внимание на то, что сегодня технологии, наши обиды, амбиции, разные-разные вещи влияют на это, мы часто изолируемся. Изолируемся. Но помните, когда человек изолирует себя, если это не ради общения с Богом, то это ему часто вредит. Поэтому сегодня я хотел бы привести такие примеры из Писания, как, например, Илья. Он, когда изолировал себя, уходил, помните, доходило дело до депрессии, и он у Бога просил смерти. И думал, что все, конец всему, и что он один остался. Вспомните, блудный сын, он изолировал себя из здорового общества. Был в доме отца. Там была атмосфера правильная. Он сказал, нет, я сам выживу, я и сам знаю, как жить и как духовно развиваться. Но вы знаете, вначале началось все хорошо. Были деньги, были друзья, а потом осталось ничего. Разбитая корыта, свиньи, вонь. И вот человек оказался в изоляции, потому что покинул здоровое общество. Как важно для верующих, независимо от возраста и стажа, быть всегда в общении с верующими людьми. Позвольте спросить, пожалуйста, как вы думаете, что в церкви самое главное? Проповедь, молитва, пение, детское служение. Что самое главное? Приведу вам деяние 2 глава, 42 стих. Там написано. Они постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И пятое, хваля Бога. Итак, друзья, посмотрите на устройство первоапостольской церкви. Вот вам сейчас есть возможность окунуться в их церковную программу. Заметьте, никакого детского служения, никаких подростковых отделов, никакого молодежного, хотя это не значит, что это плохо, не значит, что это грех. Но из этого текста мы можем сделать выводы, что люди были вместе разных поколений. И дети, и молодые, и старики, и средние. Все были вместе. И то, что они делали регулярно и постоянно, смотрите на этот список. Первое, что у них стояло, это учение. Написано постоянно. В других переводах написано ежедневно. Они продолжительно, они пребывали в учении. То есть, Слово Божье, проповедь, это было номер один, это было регулярно на их собрании. Второе, общение. Интересно, меня, друзья, удивляет, что в этом списке, если так взять по очередности, то второе идет общение. Вы никогда не обращали на это внимание, почему общение идет вторым? Потом идет преломление, потом идет молитва и все остальное. Оно все важно. Но почему-то такая простая вещь, как общение, и здесь снова употребляется то же самое греческое слово койно-ния в переводе общество, общение. Вот четыре столба, на которых стояла церковь. Первая апостольская. Первое, проповедь, Слово Божье. Второе, общение среди верующих. О чем же они там общались? Мы же понимаем, что сплетни, осуждения, какие-то негатив, это никого бы не привлекало. Туда бы никто за этим не бегал. От этого бы церковь не росла. А если вы прочитаете это местописание, чуть ниже, там, видите, стоит троеточие. Знаете, что там написано? Там написано, что их церковь росла. Вот они вот это все имели. И написано, и Господь, кто помнит текст, ежедневно прилагал, что? Спасаемых к церкви. Почему? Потому что у них было вот это. А что вот это? Слово Божье. Общение. Но не такое общение. В воскресенье пришел и отметился. Дальше покажу по тексту. Не это общение, где мы так хай-бай в коридоре. У них было настоящее общение. И это общение делало такую разницу, что верующие друг друга поддерживали, и церковь росла. В это общение попадали неверующие люди. Именно в этом общении в простой среде умножалась и росла церковь. В простых домашних условиях. Итак, еще раз, четыре столба, на котором стояла церковь. Проповедь, учение. Дальше. Общение. Третье. Преломление хлеба. Это служение причастия. Четвертое. Молитва. И пятое. Пение. Прославление. И здесь, друзья, мы с вами видим, что когда мы говорим о домашних группах, а это то, что сейчас мы запускаем в нашей церкви, многие могут не понимать этого, не участвовать в этом, и думать, это какие-то новые современные харизматические штучки, системы, выдумали домашние группы. Так я хочу, чтобы сейчас все увидели, что эта модель существовала давным-давно до всех вот этих, как можно назвать, современных штучек, моделей домашних групп. она была в первоапостольской церкви под номером два в списке. То есть общение было до того, когда у них были еще здания, церкви, не было вот этих экранов, видеокамер, микрофонов, ничего не было. Была там пыль, сто процентов, и люди. Ну и, конечно, Божье присутствие от того, чем они занимались. И вы знаете, друзья, когда мы смотрим на это, для нас открывается важность принадлежности, важность общения вообще верующего человека. Сегодня в современном мире верующие настолько загнанные люди, настолько одинокие часто, хоть ты и в обществе, ты в обществе вроде бы среди людей на работе, в магазинах, там везде, но ты один, у тебя нет общения. Особенно в кругу здоровом, в здоровом кругу людей, в обществе здоровом, среди верующих вот это важно подчеркнуть. Кто-то скажет, ну, у меня большое родство, у меня не надо общения, у меня хватает общения. Но подумай, что вокруг тебя есть всегда одинокие люди, всегда есть люди несчастные, всегда есть люди раненые. И вот ради этого и модель церкви сделана, чтобы у людей было общение, общение по домам, общение в домашних группах, общение в твоем доме и общение в церкви. Вот почему, друзья, я призываю вас, чтобы вы стали частью, особенно церковь «Живой поток», частью домашней группы, потому что это то, что было в церкви в самом начале, до того, как стало большим общество и большим зданием. посмотрите еще на одно местописание, которое сильно говорит на эту тему. Деяние 5.42 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Интересно, друзья, что здесь написано, где верующие проводили время. «В храме и по домам». А что важнее? Челлендж, тест, 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 тест. Проголосовали и то, и то. И то, и то. Написано «В храме и по домам». Как живут современные верующие? В храме. Как живут современные верующие? В церкви. И дома я сам. Я сам, мой, моё, моё, не трогайте, я отдыхаю, у меня правеси, у меня мои дела, у меня бизнес, я загнанный, я белка, я в колесе. Не хочется это признавать, но это правда. А общение с верующими и в храме, и по домам. То есть и в церкви, и дома. Значит, оказывается, домашние группы существовали раньше, чем мы это придумали. Они, наверное, по-другому его называли. Но всё равно мысль же, идея очень простая. Несколько текстов Писания говорит вот это слово «коинония» в переводе «общение». И Писание говорит о жертве общения. Интересно, что в новом переводе, если вы видите, там написано «каждый день, каждый день, вы представляете, они в храме и из дома в дом». Кому нравится эта идея? Только не поднимайте все руки. Из дома в дом. Это значит, получается, завтра я буду у тебя дома. Или сегодня. Давай, вдруг завтра забудем. Сегодня. вы представляете, из дома в дом. Это значит, получается, что, а по-английски, если вы читаете, там написано «in every house» в каждом доме. Но их тогда там было немного, когда собирались верующие, вы знаете, там были маленькие общины, но у каждого в доме по очереди что-то было. И когда мы говорим о домашних группах, то мы говорили лидерам домашних групп, что вы сразу настройте так вашу группу, чтобы общения проходили не только в одном доме, а чтобы вы сразу сказали, а где будет следующая домашняя группа, в чьем доме? И все так отвлеклись так на секунду. Вы понимаете, друзья, когда мы говорим об, Писание говорит «жертва», не забывайте благотворительности и жертвы общительности. Вот здесь и есть эта жертва, которая наши головы и глаза опускает. Написано «по домам и в каждом доме». Оказывается, друзья, что сегодня современные верующие настолько самоцентричны, что можно спросить неожиданно и кого-то обидеть, когда последний раз в твоем доме были люди, кроме родственников и друзей? И забыли ответить. Вы понимаете, друзья, что гостеприимство это не только моя идея, это христианская культура. Это христианская культура. Культура. Вот что делали люди верующие. По домам и в каждом доме. Поэтому я призываю нашу церковь, вас верующих, открывайте свои дома. Открывайте свои дома. Этим служите людям. Сегодня кто-то может сказать, ну у меня дом там маленький или я не знаю там не все у меня так фэнси, красиво и круто. Не будь движим материализмом, уровнем, еще чем-то. You don't have to impress, to bless. Тебе не нужно впечатлять. Don't impress, just simply bless. И все. Вы знаете, друзья, что сегодня нам это мешает открывать наши дома. Мешает простота. Мешает признать то, что мы всегда стараемся уровень. Это связано с гордостью. Вот почему это трудно признать. Простота, друзья, это то, что должно присутствовать в ДНК, в культуре христиан. Но в западных странах это очень тяжело. Дается. Очень тяжело. Поедете в любую страну третьего мира, где бедные люди живут, там вообще no problem. Там просто другой уровень жизни. Без проблем. Там этих понтов нет. И поэтому сегодня для нас написано не забывайте благотворительности, общительности, ибо это жертва. Жертва, угодная Богу. Нам важно быть в обществе здоровом и в общении, потому что иначе ты сам потеряешься и детей своих потеряешь. Я помню, как мой папа говорил некоторым людям, что будь частью общества верующего, не оставляй церковь, иначе потеряешь детей. Сегодня уже папы с нами нету, но две эти семьи подошли ко мне лично и говорят, что они помнят слова папы, который говорил им, потеряешь детей. Даже если ты в церковь ходишь, это не гарантия, что они будут с тобой там до конца жизни, а если не ходишь, то гарантия. Потеряешь детей, потом будешь тикеты, суды, лаера, вот это все будет. Одни рассказывают, дочка забеременела в раннем возрасте, другие сыновья в тюрьме сидят. И вот этот весь mess, mess, проблема, потому что общество на тебя влияет. И очень важно, какие друзья у твоих детей. Услышьте, родители, если у ваших детей нету верующих, верующих, здоровых друзей, можно ожидать последствия. Я никому этого не желаю, но просто выводы делаю из текстов Писания. 1 Коринфянам 15.33 Не обманывайтесь, не внушай себе, что все нормально, не успокаивай сам себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. Плохие друзья, неверующие друзья, нездоровая компания, тебя это разрушает, духовно деградируешь, а потом обязательно будут последствия. Вот почему у некоторых есть общение. Телевизор это же тоже какого-то рода общение. Он тебе что-то говорит, ты ему можешь тоже сказать окей или стоп. Вопрос, как это тебя питает, как это назидает. Или друзья нехорошие, или греховное общество, это нас разрушает. Говорят, птицы по роду слетаются, и все чем-то питаются. Например, сплетни, Библия сравнивает это со сладостями. Если вы не знали, сладости, кто любит, не надо спрашивать, а то я тоже люблю сладкое. И здесь, друзья, понимаете, что иногда мы понимаем, что это для нас плохо. Сахар, овердоз, это плохо, но мы все равно его берем. Точно так же и сплетни, это плохо, но все равно мы этим живем, нам же надо чем-то питаться. Если ты не питаешься здоровым, тебе по-любому надо хоть чем-то питаться. Своими обидами, своими негативными мыслями, ты все равно тебя чем-то кормишь. Поэтому, друзья, очень важно создавать правильную атмосферу общения. И когда мы говорим о домашних группах, то домашние группы, друзья, это должна быть правильная атмосфера, которая назидает, которая вдохновляет, которая тебя лечит. Это не просто клуб закрытый, а это однажды было так, что одна сестра говорит, я побыла на одной группе два раза и больше туда не хочу ходить. Я говорю, почему? Ядовитая атмосфера, осуждение, сплетни, негатив. Правильно? Правильно, конечно. Мы как верующие должны иметь иммунитет, чтобы правильно реагировать на нездоровую атмосферу. Вот почему мы говорили с лидерами домашних групп, чтобы там была здоровая атмосфера. И важно тебе ее найти и быть connected, быть частью. Если ты сам христианин одиночка, не утешай себя, что я Бога знаю. Посмотри на весь дух Евангелия. Это изоляция, это обман дьявола, чтобы тебя изолировать, потому что тебя легче прибить, когда ты сам. Все преступления совершаются, чтобы подловить в одиночку тебя, где-то в углу, в темноте, чтобы никто не видел и не пискнул, когда тебя молча убрали. Вот почему, друзья, девиз нашей церкви It's all about relationship. Весь смысл в отношениях. Самое главное это взаимоотношения. Если у тебя нет взаимоотношений с Богом, то все, что мы здесь сделаем, церковь называем, это все игра взрослая. Это все фейк. Это все мертвая религия, которая не несет никакой жизни верующему человеку. Зачем сюда ходить? Есть хорошая привычка, слава Богу, пришел, отметился. Молодец, что пришел. Но ведь это же написано в Писании, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Как ты можешь любить Бога, если у тебя нет с Ним отношений? Как ты его можешь любить? Вот почему важно отношения, стабильные и личные взаимоотношения с твоим Богом. И точно так же с людьми. Вот почему наша церковь, я хотел бы, чтобы все знали в Living Stream девиз или культуру или вкратце It's all about relationship. Самое главное это отношения. Иногда мы их портим, иногда мы ошибаемся, иногда мы их заново строим. Да, по жизни такое бывает, но это цель, к которой мы стремимся. А видение домашних групп, оно тоже с этим связано. Все в этом же, ключевое слово это отношения, отношения, койнония, общение, то, о чем мы читали. Текст Нового Завета собирались ежедневно по домам, преломляли, общались, постоянно в учении, в общении, вот и все просто. Эти идеи даже не я придумал, я их в Библии нашел. Все смысл в отношениях и в общении. Вот почему нам важно в этом, на платформе домашних групп развивать отношения и с Богом, и с людьми. Кто-то скажет, ну я только с Богом. Но Дух Евангелия говорит, и с людьми тоже. Развивай отношения. А отношения, друзья, они невозможны без общения. Отношения невозможны без заботы друг о друге. А как ты можешь заботиться, если бы тебе пришло в воскресенье 400-500 человек, как ты можешь о них заботиться, о всех? У тебя памяти не хватит их запомнить имена. А в маленьком кругу, в домашнем кругу, вот там ты можешь и познакомиться, и позаботиться. Там это реально, возможно, где ты можешь проявиться. Именно отношения удержат человека в церкви. Если человек пришел, и к нему плохо отнеслись, он сюда вряд ли вернется. Но если к нему хорошо относятся люди, руководство, если он чувствует эту атмосферу, эти отношения его притягивают, он хочет туда вернуться. Снова. Потому что там есть отношения. А отношения развиваются в небольших кругах и в близких беседах. Вот почему снова мы возвращаемся к той же библейской модели. Они ежедневно, они постоянно в домах собирались, преломляли, общались, изучали. Поэтому домашняя группа, друзья, это не закрытый клуб. Домашняя группа это не зона комфорта. Многие люди, когда выбирают домашнюю группу, у них цель, вот мои друзья там есть и мне с ними будет хорошо, хорошо, слава Богу. Но петь не буду, но вы знаете, почему? Зона комфорта. Чтобы меня не трогали, чтобы меня не напрягали. Вот мне с ним, а если придут чужие люди? Ну, конечно, они почувствуют, что они там не входят в наш клуб, в наш круг. Потому что у нас есть клик, клик, так клик, и вот туда уже никто не проникнется. Потому что, друзья, церковь это общество, которое должно быть открыто для всех. Должно быть открыто для всех людей. Это и есть церковь. Поэтому, друзья, зона комфорта. Ваши друзья и родственники все имеют право на друзей. Там с ними собирайся, расслабляйся, но это не жертва общения, не путай. Это зона комфорта. Жертва общения это другое, другой уровень. Там, где ты себя не совсем комфортно чувствуешь и не хочешь напрягаться, тебе легче остаться в зоне комфорта. А Писание призывает, нет, жертва общительности и благотворительности. Поэтому, друзья, кто-то может думать, ну, мне не нужна домашняя группа ваша, я не очень общительный, у меня хватает общения. Верю. А что, если ты перестанешь так думать и начнешь думать? Вопрос не в том, что мне хватает, я думаю, у меня все нормально. А ты начнешь думать о них, о других. А вдруг им не хватает? А вдруг им нужно послужить? А вдруг тебе некомфортно, но ты им поможешь? Понимаете, друзья, что если поменять мышление, человек идет в домашнюю группу, в домашнюю атмосферу или в церковь с одной целью, если мне там понравится, я приду. Ну, это с одной стороны нормально, всем нам присуще. Но если поменять мышление, я туда иду не только, чтобы меня утешили, меня напитали и мне понравилось, и я оценил, как прошла домашка, а с целью, чтобы туда что-то и принести. Ведь я же тоже отношусь к верующим, ко мне тоже этот стих относится. Не забывай жертвы общительности, не забывай благотворительности, это и к тебе относится. Еще одно подтверждение этой мысли, Деяние 2, 46. Написано «И каждый день» Снова каждый день, не один раз в неделю. Современные верующие и тогда верующие «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам» Стоп, так в храме или по домам? И в церкви и у вас дома. Нам больше нравится «Пусть в церкви будет, это же дом Божий, а это мой дом». И каждый день пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Вот чего вы ждали, друзья. Простоте. В простоте. Если вы не верите, по-английски читаете, там написано «Simplicity of the heart». Простота. Это значит без понтов, без там скандалов, без «я не готов», без уровней. Представьте себе, в простоте мотив чистый, просто мотив, мотив чистый. Я хочу послужить людям. Я тоже часть. Я хочу послужить людям. Поэтому я и свой дом открываю. И я хочу, чтобы ко мне приходили люди нуждающиеся, разные. Да, это не зона комфорта, но я хочу быть частью этого. Поэтому, друзья, раньше дома были очень маленькие, бедные, пыльные, без кондиционеров и электричества, но там христиане имели постоянное теплое общение. Сегодня, внимание, дома большие, шикарные, с кондиционерами, с электричеством, с экранами, с кнопками, со всем. есть все, кроме коинония, общения с верующими, общения с верующими. Нету вот этого общения. Дьявол человека загоняет, ты занятый, ты же обиженный, да ты же посмотри, ну как тебе, тебе и так всего хватает и все надоело. Ах, почему все надоело? Кто тебя загнал в эту суету? Почему осталось такой воскресный такой чек-марк? А где вот это общение? Интересно, у них же рекламы тогда было меньше, чем сегодня, да? Рекламы вот этих всех там интернетов, фейсбуков, приглашать людей в церковь, но написано, что Бог прилагал людей в церковь, их церковь росли только за счет таких простых домашних, вот сбежались все и даже и семочек нету. Воду поделили, Богу помолились, но просто люди летали, сегодня пришли, наложили на стол, ну просто ели-ели, ну старались и не доели. Правда? И идешь домой такой побитый и думаешь, ну вот общение, надо мне, да, такое общение может быть и не полезно. Смысл в другом общении, которое питает твой дух. Поэтому, друзья, я призываю вас регистрироваться и записываться в домашние группы. Сейчас на экране вы это увидите, а если вдруг у вас не получится это сделать самостоятельно, то на выходе вас будут ждать наши люди, администраторы, которые вам помогут записаться, если вы не пользуетесь, не дружите с технологией. У нас есть домашние группы только для мужчин, только для женщин, для всей семьи, на русском языке, на английском языке, на украинском, лишь бы вы туда записались, лишь бы вы были частью общества, общения. Потому что мы, находясь в теле Христовом, друзья, мы призваны быть не просто органом в банке, я говорю о физическом органе тела, а мы призваны быть органом в теле. разница я верующий, я орган в банке или я в теле, я живой, я функционирую. Если придут гонения и новые пандемии в Америку или в другую страну, вы знаете, друзья, что именно домашние группы помогут вам, нам перейти этот трудный сезон. Наши прадеды, которые пережили гонения в Советском Союзе, они это прошли благодаря чему? Церковь была нелегальна, верующим нельзя было собираться, собирались ночами в лесах домашнее, закрытое, маленькое общение. Гонимая церковь в Китае, в подполье процветала, умножалась, никто не мог найти объяснение. Закрыто, запрещено, тюрьма, риск, они по домам собираются, и церковь растет, движение мощное. Что там было? Какие микрофоны, какие экраны? Да там было просто общение и Слово Божье. И молитва там была, но там было общение, общение, общение среди верующих людей в опасных в опасных условиях. Но это общение это то, что людей держало. Вот почему, друзья, нам важно это общение. Когда человек физически ранен, вот представьте, в голову ранен, да, или там нога кровью истекает, и он выбирает метод изоляции, изолировал себя, что его ожидает? Есть риск, что он медленно, но уверенно, истекая кровью, сам и умрет. А представьте себе такую модель. Человек вот раненый, его действительно обидели, ну, несправедливо ударили, физически, разбита голова и кровь течет. Он лежит и думает, странно, я раненый, а меня не ищут. Или, я раненый, ну, пусть найдут. Я, голова течет кровью, я обижен, но пусть найдут. Я не буду их искать. Я ранен. Или этот раненый, здравый, ползет к людям. К людям, которые его обидели, которые, это же тоже люди, ну, к обществу. Не может идти, но ползет в общество. Потому что сам там и не будут знать даже где. Вот так, друзья, духовно люди раненые, духовно обиженные, духовно сломленные, духовно слабые, в изоляции думают выжить. А я Бога знаю. Я не сомневаюсь, что знаешь. Вот просто несколько принципов, чтобы не умереть духовно. Вы знаете, друзья, я не часто смотрю фильмы о войне в Украине, потому что для меня это очень больно. Очень больно смотреть, как умирают невинные люди, как разрушаются города, здания. Но недавно я посмотрел фильм документальный, называется «Мариуполь. Неутраченная надежда». И там люди свидетельствуют, рассказывают об этих всех ужасах, что они пережили, когда город бомбили. Одна женщина рассказывает, говорит, нас бомбили вот на земле, стреляли. Потом, говорит, нас бомбили с воздуха, стреляли. А потом решили, что этого мало еще и с моря, с трех сторон. Они рассказывают, как они жили в таких вот условиях, где там в подвалах без вентиляции, без электричества, без воды. и говорит, мы просто перестали быть людьми. Говорит, туалета же не было, вот ходили на ведро все, и мужчины, и женщины. И говорит, мы перестали называться человеками, мы стали организмы. Ты просто ждешь смерти каждый день, и тебе уже все равно, как ты выглядишь, какие твои волосы. Вот они рассказывают об этих ужасах войны, и мой брат двоюродный, и мои мамы, он в Мариуполе. Он там жил во время войны. И когда они рассказывают эти истории, то ты понимаешь, что это не просто новости, там канал, и каждый себе рассказывает, что он считает правильным. Это уже, когда ты от своих прямых родственников слышишь, ты понимаешь, что люди пережили такой ужас. Но вот что я хочу сказать, моя мысль вот в чем. Там были люди, которые друг с другом не общались, потому что они были обижены друг на друга, сосед с соседом там руку не пожимали друг к другу, были просто ранены эмоционально. Но когда пришла беда, когда пришла война, интересно, все вот эти обиженные, все вот эти такие, как скажем, гордые, все они сбежались в один подвал или в один уцелевший дом. Говорили, что эти многоэтажки, эти фосфорные бомбы взрывался как свеча просто, все сгорает, все, что там живое движется. И вот собрались в каком-то доме и вот думаешь, так подожди, так я с тобой вчера не здоровался, так я с тобой вообще не разговариваю, а я тебя вообще не хочу видеть. Так почему же вы вместе? очень простая причина. Потому что когда ты в обществе, когда ты вот это, ты имеешь койнония, общение, которое я читал в Писании, то когда их госпиталь разбомбили, то в том, их там было около 300 человек, то в том обществе кто-то нашелся, кто был, имел медицинские знания, и он смог тебя подлечить. Когда женщине нужно было рожать, и не было где, ну, война, куда ты идешь, как в том обществе была другая женщина, которая знала, как принимать роды. И когда у тебя еда закончилась, то потому что ты был рядом со всеми в обществе, кто-то поделился с тобой едой, и ты выжил только благодаря коинония, общения, взаимоотношения, отношения. А кто остался сам, кто изолировал себя в таких условиях, даже не знают, где они пропали. Называется пропал без вести. Изоляция или конгрегация. Let's move from isolation into congregation. Потому что, друзья, знайте, что мы всегда с кем-то общаемся. Вопрос, что это общение нам дает? Если спросить, с кем ты сегодня общаешься, сегодня каждый современный человек общается с экраном. Очень много общается с экраном. Общается с телефоном, первым, кому вы говорите доброе утро, это не жена, это вот. Последним, кому вы говорите спокойной ночи, это не муж, это вот. Когда вы находитесь в паузе, с кем вы общаетесь, это экран, это телефон, мы с ним общаемся регулярно, постоянно, и если ты это общение имеешь, поверь, тебе никто не нужен. Вот закрой человека сам. все, что нужно сделать, дай ему телефон, и ему никто не нужен. Проверяли, видели, правду я рассказываю, никто не нужен, абсолютно, у него есть общение, общение с экраном. Есть YouTube, есть еще там много всяких штучек. Я не говорю, друзья, что это грех, я тоже пользуюсь телефоном, и у меня тоже есть социальные сети, но мой папа говорил, главное, чтобы главное оставалось главным. Если тебя общение с экраном лишает главного общения, нету тебя общения с Богом, нету личных отношений с Богом, нету времени для чтения Библии, но на общение с девайс, с гаджет, с телефоном всегда есть, то перестань себя обманывать. Ты в изоляции, ты в изоляции, ты в изоляции, у тебя нету общения живого, настоящего, которое созидает, назидает, которое духовно тебя питает, а все, что ты смотришь и все, что ты слышишь, тебя питает. Повторю, любая информация, которая входит в тебя через глаза или через уши, это тебя питает, и когда ты наелся, напитался, тебе уже другое общение не надо, ты уже сыт. Вот почему, друзья, иногда общение с экраном, если это в дозированном, это нормально, но многих это общение лишает здорового общения. Кайнония, у них нету этого в жизни, они к этому не стремятся и не заботятся и не переживают. Я сам, я нормально, я духовный, я Бога знаю. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы честно себе сказали, я в изоляции или я в конгрегации. На следующем, христианин, который изолирован с экраном, это опасное состояние. Христианин, который изолирован ради общения с Богом, он на правильном пути. когда на этом фото последняя мысль вы увидите, когда хищник атакует животное в животном мире, его главная задача отбить это животное от стада. Если вам видно на этой фотографии сзади, там одна зебра бежит, а вот там стадо стоит чуть дальше. Так хищник всегда сделает так, чтобы тебя отбить, чтобы ты отстал, отделился. И потом можешь кричать, я тоже зебра, я тоже нормальный, но ты уже обречен. Я тоже христианин. А вдруг это, не знаю, зебра обиделась на всех. Эти зебры полосатые достали. Просто обиделся и думаешь, а я сам, а я духовный, я нормальный, как бы, я Бога знаю. Ну вот сам, сам пошел траву щипать. В христианском контексте это звучит так. Овцы, да, которые вместе, в обществе, в церкви имеют кайнония на следующем слайде. Это вот преобраз христианства. На картинке, может быть, не видно, там сзади далеко-далеко, видите, там такие белые точечки. Это не снег, это овцы, которые там вместе. Но одна овца решила уйти в изоляцию. Кто виноват, не важно. Правда? Все равно, волку все равно, кто виноват. Но вот таких людей и поджидают волки. Ведь она смотрит так далеко на стадо. Когда-то я был там частью, а сейчас аж не хочется волку в глаза смотреть. я согласен. Печальная картина. Можно менять слайд. Вот так, друзья, происходит и в жизни верующих людей. Поэтому будь частью домашней группы. Будь частью кайнония и общения. Будь частью церкви. Никогда ты в одиночестве не думай, что ты будешь более духовный. Хоть все виноваты вокруг тебя, но Бог создал церковь и общение. И они ежедневно пребывали в учении и, все хором скажем, в общении. Вот это общение здоровое тебе необходимо. Я благословляю вас. Аминь. 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 Аминь.